Хули в бар пришел, блядь. А нахуя ты это делаешь? Камдаун, ебать, тебя конец. Эклизма, эклизма, алкогольная водочная эклизма, блядь. Привет, Тоня. Как дела, Слава? Заебал ты меня уже, блядь. Опять с пивом стоишь, будешь меня тестить сейчас, да, опять? Да, сегодня задавать тебе много веселых и камерных вопросов, на которые, я думаю, ты как профессиональный бармен ответишь. Конечно. Привет, ребят, с вами Тони. Как всегда. Отвечаем на вопросики. Подготовили хуйню опять какую-то веселую? Ну давай, поехали. Блядь, я сразу вспомнил ситуацию. Значит, я стою, смотрю в край бара, и там стоит мой барбек, помощник бармена, и смотрит куда-то. То есть на гости, видимо, на гости не видно. Я посмотрю, что-то там случилось. Беру тряпку, на всякий случай, иду. Ну, тряпку взял не просто так, в смысле, слава богу, что я ее взял. Там девочка разлила рюмку по барной стойке. Я подхожу вот так вот, замахиваюсь, чтобы буду протереть. Девочка говорит, стой. Я сама. И за стойкой начинает сфуячивать. В виски, блядь, а стойка грязная, ну там, блядь, всякая. Я думаю, ёб твою мать, нахуя ты это делаешь, блядь. Ну, видимо, хотел ей показать ее способности, блядь. Нахуя мать, ты че, блядь. Я тебя новую налью бесплатно, блядь. Думаю, ёб ты что, засовываешься. Она всю стойку слезала? Она всю слезала, да. Там барбек не растерялся потом. Через жопу? В прямом смысле этого слова? Или типа ты рукожопие хуй ловлю, пьешь, что не приколочено? Есть такая хуйня? Эти, мы как... Ёп ты, да, слышал про этих, про... Водилы, водилы, по-моему. Какие-то дальнобои там. Ну, это какая-то старая вообще, ебать, ты их вспомнил, ни хуя себе. Через жопу. То ли втирают, то ли вливают, то ли как-то, блядь. Клизму, клизма. Алкогольная водочная клизма, блядь. И ты вроде въебаный, но от тебя не пахнет, блядь. Да, есть такая хуйня, я слышал. Мне друг рассказывал просто. Да я вон на бутылке с водкой сижу, лечил, блядь, ребят. Самые жесткие смены были во время Чоконата мира. По футболу. Когда первый день, я помню, это был понедельник, первый день играла, по-моему, Греция, блядь. Кто-то играл, короче, нахуй, у нас. В Питере у нас. По-моему, эти... Как это? Турки. Нет? Турки, да. И вот турки залетели в понедельник. Мы вдвоем в баре. Залетело. Вот сколько их в баре было. Их столько же было на улице. Вот тут огромная толпа. И вот они менялись. И когда у нас закончились стаканы, эти, стеклянные, я говорю парням, ребята, вы так охуенно заряжаете. Типа, в своей кричалке, блядь, речевке. Давайте вы заряжайте, а я вас буду водку поливать, блядь, русской, блядь. А они такие, давай. А просто в чем суть-то? Они пока поорут, блядь, они не пьют нихуя. И можно успеть стаканы помыть и принести новые, понимаешь, да? Они же поют, они не пьют, блядь, давай. Они начинают петь, я говорю, блядь, беги за стаканами. Беги, я не успею, потому что сейчас начну бухать пизда нам всем. И они поют, я в них нет, литр водки я их, наверное, вылил. Но, поверь, это окупилось, они мне закинули там сразу пятерок, блядь. Они стоят водкой поливают в России, поют речевки свои. Ебать, им кайфово было. Я думаю, блядь, стоя бы стаканов наносить. Вот, ну все успели, все нормально. Там пиво бы не закрывалось вообще. Ну это было бомба, блядь, просто разрыв полный. Там и Чиун дохуя было. Народ веселый. Вы говорите, блядь, португальцы, не португальцы, а эти как? Месси, месси, блядь, откуда он там? Из аргентин, я просто не футболист. Не помню, не видно. Месси, там, эти аргентинцы, блядь, самые пивучие пивуны, блядь, что я видел, блядь. Но, самая пиздато, что они, сука, адекватные. Но ты же теряешь психологическую устойчивость в формате соблюдения правил заведения, когда ты прибухиваешь сильно. Особенно, когда заряжаешь, или выиграла твоя команда. И там чуваки, они хуяк. Я в какой-то момент понял, что нет смысла бороться с ними, чтобы они на стулья не вставали. Но они все равно прикрученные стулья к полу были у нас. Но когда они начинают на стойку, ставят ногу на стойку, где-то голову поворачиваешь на него, по ноге бьешь, он такой хуяк включается. То есть русский, русских, если стопля полетели у наших, ну так, это не то, что русских обожаю, люблю. Если полетела башня, то все, там, блядь, на стойку, а что ты мне загущаешь, мы победили. А этот хуяк, ты по ноге ему бьешь, он чик, говорю, типа, чел, давай, тормози нахуй, блядь. Камдаун, ебать, тебя конем. Он такой, а, да, да, да. Хуяк ногу убрал, но на стуле стоит. Я говорю, на стуле можно? Да, можно. Блядь, блядь, на хуяк. Ну, то есть, включается, блядь, башка включается, но нормально, то есть, позитивные были ребята, очень шумные, вот такая хуя была. Так что аргентинцы, вы красавцы. Да, и турки тоже, да, все, испанцы тоже, блядь, разъебывали, вообще разъебывали все. Да, конечно, есть определенные, ну, конечно, люди делятся на какие-то группы, назовем их так, и всегда видно, там, девчушку, которая любит, сладенькое, там, что-то веселенькое, там, со сливками или что-то типа того, ну, потому что человек такой воздушный, веселый, вот такой вот, да, или там какой-нибудь, ну, в тот же момент может дядь какой-нибудь любить что-то такое сливочно-веселое, но, опять же, это не разделяется на мужское и женское. Да, это я про напитки что-то начал, про вкус. Стереотипность, конечно, есть определенная, безусловно, да, то есть, можно подобрать, но это так же, как можно подобрать тому, что если идет банда мужиков в пиджаках, у них там корпоратив, они зайдут, они по-любому закажут до 52. Ну, в 80% так, почему, блядь, почему не по рюмке водки, хер его знает, ну, видимо, для людей, ну, бывает такое, конечно, конечно, бывает, да. Которую не платят. Не пьющую, блядь. Хули в бар пришел, блядь, не пейте, че там, блядь. Блядь, ты, блядь, подводишь, просто я щас что-нибудь скажу и там пласт людей, которые это любят, все, блядь, гейские, все меня возненавидят. Да нет такого, гейские, гейские сука. И имеющую в виду, сейчас, блядь, я заебу тебя тоже, подожди, потому что он просто, пидор, лобаеп, не разбирается, и он просто, типа, вот такой вот, Сахарный. Сахарный, типа, сладенький. Ну, значит, какие-то сладенькие, как-то, я не знаю. Откуда мне знать? Космо. Космо? Я люблю Космо. Я просто пищу. Космо тайм. Космо тайм, это у нас вообще в баре была такая тема. Мы работаем, работаем, что-то заебались пацаны. Ну, что, Космо тайм, Космо тайм. Бах, там, пять Космо сделали. Все, 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 залпом, все классно. Космо поймут, водочка, клюквенный сок, лимончик. Это же, ну, а, блядь, сладость, лепту. Это же слезы ангелов, нахуй, вы что, ебанулись, что ли? Пидорский коктейль. Блядь. Не, не знаю, пидорский дурацкий вопрос, не могу ответить. Нет, нет, пидорских нет коктейлей и напитков. Есть люди по такими, но это их выбор. Мы толерантны. Такое, что вдавало по шарам? Наверное, все, что сладкое и очень крепкое, оно дает по шарам сильнее, безусловно. Поэтому наш, потому что, ну, понятно, потому что, ну, сахара, они воздействуют. Я, блядь, честно говорю, хуйни, меня потом в комментариях засрут, блядь. Я тут еще химик, нахуй, блядь, тоже мне, блядь, вопросы, блядь. Ну, ладно, засирайте, я потом вам, блядь, все, все прочитаю. Я все, блядь, прочитаю. И найду. И налью вам потом. С утра хуеву. Под сладкого. Ты сначала нажрешься сильно очень быстро, а потом наутро тебе будет еще хуеве, потому что тебе еще сладенькое въебало тебе по голове, и все, добрый вечер. Если ты пьешь, ты не болеешь. Мы не пьем, а лечимся, да? Ну, наверное, что-нибудь с чайком, травяное, можно рюмочку, там, какую-нибудь бехеревку. Ну, если есть что-то полезное, травы какие-нибудь. Ну, вообще алкоголь, смотри, какая болезнь. Да, если ты там все пиздарики являешься, течет, то тебе ничего чуть-чуть не поможет. А так, если подсогреть организм, ну, ну, можно и выдачки, конечно, хряпнуть, перцовочки, блядь. Салам алейкум. Пирцовочки и закусить этим, чем, скажи мне. Нихуя от него еще. Не наркотики, чесноком. Ну, я его бил сразу. У меня было много, да. Ну, никак много, не так. Были, я работал, опять же, в определенном месте, там часто случались конфликтные ситуации. И, да, бывали, что, ну, мы внутри помещения не дрались никогда, не было. Это было правило бара. Ну, на улице, если совсем человек хотел, там, выяснить отношения, то, конечно, можно было решить как-то вопрос. Ну, чаще всего было в пользу бара, бара-бара-бара, бара-бара-бара-бара-бара-бари-бари. Да, потому что там мы постоянники, ну, мы специфический, да, бар был, безусловно, тоже, народ немножко иногда там позволял себе, ну, ничего, все успокаивались быстро, да, опять же, мы там не до смерти же там так, пара плевух, ну, если какая-то драка там была, пару раз, да, я помню, пьяный тоже сам там полез один раз, что-то там, вы кого-то докопался, хер его знает, не помню, уже помню, что только месяц меня уже, пацаны сковыривают парня, я лежу, говорю, не трогайте мои деньги, Деремся, блядь, не трогайте, мы деремся, блядь, твой мать, как вспоминал, было страшно, ну, в смысле, стыдно, ну, обычно, вообще, по-хорошему, если, по-профессиональному, до этого не доводить никогда, и в жизни вообще, в принципе, а так, ну, просто специфический барбул у меня, конкретно, там, а так вообще нет, ну, что, ну, гость хамит, ну, и ладно, ну, хочется побить, ну, хочется, не нравится, так и моя красавица, да, Все нормально, свели на нет, все, пошел нахер отсюда, и все, зачем, это рукоприкладство, это непрофессионально, по факту, надо решать вопросы культурно, разговором, мы же в баре, тем более, да, если какие-то ситуации случаются, нужно мягко парировать и крутить красиво, потому что, хочешь драться, пиздуй на ринг, что, иди в зал. Ну, понятно, блядь. Красавчик, блядь, ты, конечно, с такими вопросами, блядь. Ребята, блядь, спасибо вам, вообще, вы все красивые, молодцы, я вас люблю. Подписывайтесь, ставьте лайки, колокола, дон-дигидон, и будем дальше сниматься. И пишите вопросы, вопросы пишите, да, мы будем из них собирать потом вопросник, и будем задавать мне, а я буду интровизированно отвечать, как будто. Блядь, блядь.